Доброе утро, дорогие телезрители! В диалоге с передачей «Слово пастыря» принимают участие разные люди. Разные по своему положению, по образованию, по отношению к церкви и даже по отношению к религии. Мы получаем письма людей, как верующих, так и неверующих, как воцерковленных, так и находящихся еще на пути к православному храму. Среди участников нашего диалога люди разных возрастов. Есть среди них и дети. И вот сегодня мы будем разговаривать с детьми, которые проявили интерес к нашей передаче. Уважаемый Владыка Кирилл, у меня к вам такой вопрос. Может ли монах, который имеет священнический сан, служить в приходском храме? Спасибо, Господи! Как известно, монахи призваны жить в монастыре. Таково их призвание. И призвание это обусловлено тем, что в монашеской общине легче исполнять те обеты, которые монах принимает на себя, те обещания, которые он дает Богу. Потому что сама монашеская община работает для того, чтобы поддержать своих членов. Каждый как бы может опереться на другого. Поэтому для монахов всегда трудно служить в миру на приходе. Но получилось так, что когда монастыри в нашем Отечестве были все почти закрыты, разгромлены, а многие монахи оказались в заключении, какая-то часть из них продолжала находиться на свободе, и они служили как приходские священники. Вот, наверное, с этого момента и начинается практика участия монашествующих в приходской жизни. А в послевоенное время эта практика оказалась очень эффективной. В самом деле, ведь монах не связан с семейными обязательствами. Более того, он дает послушание обет. Он обязан выполнять все, что ему указывает священно началие. Ну и, наконец, за выполняемую работу он не должен требовать просто никакого вознаграждения. Если есть что-то, слава Богу, но, а нет, тоже слава Богу. Вот эта полная отданность монаха церкви помогает использовать такого человека в наиболее сложных обстоятельствах. Я приведу вам такой пример. Я слышал об этом. Однажды один архиерей должен был направить в отдаленный приход священника. Деревенский приход, даже не связанный дорогами с окружающим миром. Есть в наших глубинках еще такие приходы. Бедненький, дороги нету, школы нету, больницы нету. Приходит священник к архиерею и говорит, Владыка, я готов исполнить ваше послушание. Но вот у меня маленький ребенок на руках. Конечно, когда он вырастет, возникнет проблема со школой, пока она не возникает. Я вам такой хочу просто вопрос задать. А вот если у моего младенца случится приступ аппендицита, что мне делать? И задумался Владыка. Потому что не то, что скорая помощь, да никто в эту деревню не проедет и не пройдет во время распутицы. И поехал в эту деревню служить монах. Вот сегодня происходит то же самое. На самых ответственных и самых трудных участках приходского нашего служения находятся монахи, как воины на передовой. Потому что они ни за кого не отвечают. У них нету семьи. Они должны быть и очень часто, действительно, имеют полную готовность пожертвовать собой ради дела Божьего. Наверное, еще долго сохранится эта практика участия монахов в приходской жизни. Но дай Бог, чтобы по мере возрастания монашеской жизни увеличивались и наши обители, которые традиционно являются центрами духовной жизни нашего народа. Уважаемый Владыка, у меня есть и такой вопрос. И когда есть ли у животного душа, и когда оно умирает, куда оно попадает? Спаси Господи. Вопрос очень интересный, потому что помимо как бы богословской стороны, он имеет и такую чисто человеческую сторону. Ведь очень у многих из нас есть домашние животные. Люди любят их, привыкают к ним. И эти животные отвечают им часто взаимной любовью и преданностью. Но если говорить о душе, то бессмертной душой животные не обладают. Дар бессмертия принадлежит Богу. Только Бог бессмертен. И Господу было угодно создать человека, и только человека по своему образу. И вот эта частица божественной жизни, бессмертия была вложена в человеческую душу. И только человеческая душа, подобно Богу, обладает бессмертием. Но вот на что нужно обратить внимание. Человек, созданный по образу Божьему, имеет разум, имеет волю, имеет чувства. И если говорить о животных, то ведь животные тоже обладают разумом. Когда-то существовала теория, что животные не обладают разумом, и их поведение исключительно мотивируется инстинктом. Ну, например, животное исполняет ту или иную команду лишь потому, что привык ее исполнять за вознаграждение. Вырабатывается, мол, рефлекс. И в соответствии с этим рефлексом животное ведет себя так или иначе. Но опыт нашего общения с животным говорит о некой уязвимости этой гипотезы. Животные могут поступать не только движимые рефлексом, а иногда даже вопреки рефлекса. Когда собака бросается спасать своего утопающего хозяина, она действует вопреки рефлексу, вопреки инстинкту. У животных есть разум, поэтому мы говорим, одна собака умнее другой. И, говоря так, имеем в виду не только способность собаки к научению, но очень сложную систему ее отношений с хозяином. Наверное, трудно говорить о воле. О воле в животных. Но мы можем говорить о том, что одна собака или кошка, бог его знает, животное, более смелое, чем другое. О воле говорить трудно, а вот о таких характеристиках говорить можно. Наверное, и о чувствах говорить очень сложно. Хотя совершенно очевидно, что животные способны любить или, по крайней мере, быть невероятно привязанными к своим хозяевам. Если даже чувство любви объясняется в животном мире часто инстинктом, мол, мать любит своих детенышей до тех пор, пока они питаются ее молоком, и это обузловлено сложными физиологическими процессами, то, тем не менее, такое качество, как привязанность к собаке, никаким инстинктом объяснить невозможно. Другими словами, есть это разумное начало в животных. Более того, история церкви свидетельствует о том, что животные способны воспринимать действия сверхчувственного мира. На них также изливается благодать Божия, и они способны эту благодать усваивать, даже ту благодать, которая передается через людей. Ведь как много мы находим в описаниях жизни святых случаев, когда святые общались с дикими животными. К преподобному Серафиму приходил медведь и не трогал его. Общался, дикое, страшное животное, с этим хрупким старцем. Блаженный Иероним, который переводил Библию с еврейского и греческого языка на латинский язык, жил в Палестине, находился в пустыне, и к нему приходил лев и мирно лежал рядом с Иеронимом. И это не сказка, не миф. Это передано, запечатлено на страницах их жизни. Что это означает? Это означает, что животное как-то воспринимает действия сверхчувственного мира. Наверное, этим и обусловлены слова Священного Писания. Всякое дыхание дохвалит Господа. Не в том смысле, что разумную молитву животное обращает к Богу, но в том смысле, что животное способно отвечать на действия Божьей благодати. Все это происходит совсем на другом уровне, чем в человеческой жизни. Но вот и последнее, о чем хотелось бы сказать. В ответ на все это, что заложено Богом в животного, человек призывается к особому отношению к животным. Блажен, и же скоты милует, говорит нам Слово Божие. Именно поэтому в аскетической традиции христианства существует отрицательное отношение к вкушению мяса. Не только потому, что мясо – это не очень полезная пища для организма, но потому, что мясо – это результат убийства животных. И очень многие монахи, верующие люди отказываются от вкушения мяса, в частности, и руководствуясь чувством любви к животному миру. Животные – это какая-то, если хотите, школа любви и добродетели. Очень важно, чтобы дети имели возможность общаться с животными, потому что животные являются для них предметом их любви. Через общение с животными формируются замечательные человеческие качества. Привязанность, доброта, отзывчивость, способность видеть боль, чувствовать боль, отвечать на нее. Другими словами, животные занимают очень важное место в человеческой жизни. Наверное, существуют и грехи по отношению к животным. Есть совершенно ненормальные привязанности людей к животным. Когда животные становятся неким фетишем, идолом, человека обидеть можно, а собачку нельзя. Все должно быть в меру. Но животные даны человеку для того, чтобы он общался с ними. Это важная часть человеческой жизни. Владыка, я хочу задать вам вопрос. Вот у меня дедушка не верует, и вот я не знаю, как ему помочь. Вот получается так в нашей жизни, что очень часто дети входят в храм, а дедушки и бабушки не ходят. Даже родители не ходят. И все это результат нашей истории. Потому что дедушки-то и бабушки воспитывались в то время, когда в храм ходить было нельзя. И когда о Слове Божьем никто ничего не говорил. И вбивалось в сознание наших людей жуткое заблуждение о том, что вера есть у дел старых и необразованных людей. И сегодня во многих семьях эта проблема, а иногда даже маленькая трагедия, как вот у этой девочки. А в ответ вот на этот вопрос я бы хотел сказать следующее. Много может молитва пред лицом Божиим. Наверное, тебе сегодня не удастся убедить дедушку в том, что ты права, а не он. А вот твоя молитва за него может преклонить милость Божию. И Господь изберет твоего дедушку и дарует ему великий дар веры, прикоснувшись к которому, он никогда не перестанет верить. И еще, может быть, о чем-то нужно помнить. Люди приходят к вере тогда, когда видят яркий, убедительный пример воздействия веры на души людей. Вот если ты будешь послушный, умный, добрый, любящий, и если все это будет ясно в твоей жизни связано с твоей верой, то, может быть, твой пример откроет дедушке дверь к спасению. На этом, дорогие телезрители, мы сегодня прощаемся с вами. Божие благословение пусть пребывает над всеми нами, укрепляя нас на путях жизни. Продолжение следует...